Всем привет! Это будет небольшое видео про использование соединения типа пин-слот. Навеяно вопросом из чата. Там была задача, что есть вот такая деталь и вот такая деталь. И вот это должно вокруг этого пина вращаться и двигаться. Итак, что у нас здесь есть? Компонент 1, компонент 2. Они не закреплены, могут перемещаться. Давайте для удобства мы их назовем. Вот этот компонент, у которого шпилька, мы назовем пин. Так. А второй компонент, у которого паз, так и назовем слот. Теперь используем соединение типа пин-слот. Motion, пин-слот. Вот это соединение. Это соединение подразумевает две степени свободы между компонентами. Это поступательное перемещение. Вот так вот, туда и сюда. И вращение одного из компонентов относительно другого. Причем ось вращения перпендикулярна оси перемещения. Вот это важно, потому что у cylindrical они совпадают, эти две оси. А у пин-слот они перпендикулярны. Так вот, этим соединением я пользовался достаточно давно, но никак не мог запомнить правильный порядок выбора компонентов. А в этом типе соединения он критически важен. И, наконец, я запомнил и делюсь этим с вами. Смотрите, соединение пин-слот и компоненты у нас есть. Пин и слот. И выбирать их нужно именно в таком порядке. Пин-слот, поэтому сначала пин, потом слот. Очень просто запомнить. В этом случае соединение будет выполнено правильно. Уже на превью мы это видим, но давайте удостоверимся. Приземлим вот этот компонент, чтобы он был неподвижен. Берем вот так, шевелим, и все получается. Прямо вот как раз то, что нужно. Давайте я откачусь на два шага назад, чтобы продемонстрировать, что в другом случае мы не получаем такого движения. Еще раз делаем джойнт. Теперь я нарушу порядок соединения. Так. И вот теперь так. Уже на превью мы видим, что какая-то ерунда происходит. Даже если мы пойдем в Motion и в качестве слайд мы выберем другую ось, все равно это не поможет. Даже если выбрать Custom, все равно будет не то. Порядок категорически важен. Теперь перейдем к нюансам. Как обычно. Когда вы создаете соединение Joint, то первый компонент, это должен быть подвижный компонент. Если компонент Pin у нас будет приземлен перед началом создания соединения, то Fusion не даст выбрать его. Я не знаю, с чем это связано, но Fusion так устроен. Первый компонент должен быть подвижный, а вот второй уже может быть и неподвижным. То есть неправильный порядок в этом случае мы можем сделать, а правильный нет. Поэтому перед созданием соединения такого типа у нас компонент Pin не должен быть приземлен. Он должен быть свободным. Тогда все будет работать. Давайте сделаем соединение. Pin. Теперь слот. Pin, слот, pin, слот. Очень просто запомнить. Теперь как это все поставить на место, чтобы вот эта вот рамка стояла вертикально? Есть два способа. Правильный и неправильный. Неправильный – это сделать Align или использовать Move, поставить его вертикально, а потом сделать Capture Position. Ну, в каких случаях, может быть, он и будет правильным, но все-таки нет. Правильный способ – это сделать соединение Joint между этим компонентом и корневым компонентом. Это тоже работает. Это будет то же самое, что и Ground. Почти. Есть небольшие отличия, но в данном случае несущественные. Ставим сюда, меняем тип соединения на Rigid, чтобы стоял неподвижно, никуда не уезжал. Окей. Все. Рамка стоит на месте. Серьга болтается здесь как и надо. Но не совсем как надо. Она уезжает слишком далеко. Сейчас мы это поправим. Смотрите. Есть pin-slot. Здесь есть границы движения соединения. Как нам узнать, на какое расстояние нужно все двигать? У нас есть компонент слот, и у него есть скетч. Мы же сами рисовали эту серьгу. Расстояние между центрами дуг у нас записано в параметре D16. Запоминаем. Идем сюда. Говорим Edit Joint Limits. Rotate нам не надо ограничивать, а вот Slide надо. Пробуем от 0 до D16. Делаем анимацию. И видим, что что-то не то. Значит, делаем так. От минус D16 до 0. Анимацию, пожалуйста. О, красота. Все как надо. Жмем ОК. Проверяем еще раз. Хоп-хоп-хоп-хоп. Pin-slot. Pin-slot. Все прекрасно. Все работает как надо. Если вам нравятся такие ролики с объяснением каких-то тонкостей, разъяснением каких-то вопросов, то у меня к вам две просьбы. Во-первых, поставьте жирнющий лайк под этим видео. А во-вторых, в комментариях напишите, какой у вас вопрос. Тогда я буду знать, что вас беспокоит, и мне будет проще записывать такие видосики. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, как обычно. Пока-пока.